Приветствую всех, это канал Апрель, меня зовут Юлия Кулешова, а это значит, что вы смотрите самые субъективные и предвзятые новости. Сегодня в выпуске чудесное спасение молчаливых узников совести, попытки ГКНБ засунть всех под каупак и картофельная экспансия Кыргызстана. И сегодня же военная прокуратура нагрянула с обыском в офис Автомаш Энерго, компанию, принадлежащую сыну экс-президента Алмазбека Атамбаева Сииту Атамбаеву. Что примечательно, эта компания была создана до президентства Алмазбека Атамбаева. В общем, сейчас приехали следователи из военной прокуратуры. Они глубоко, очень грубо нарушают требования ОПК Кыргызской республики, очень грубо нарушают качество Кыргызской республики, но занимаются беспределами. В этой компании они спрашивали деятельность нашего предприятия, спрашивали документы, но я думаю, они уже, может, на следующей неделе, может, на этой неделе уже придут, уже полностью подготовленные, может, документы будут какие-то спрашивать. Точно пока неизвестно. И не могу тоже разрушать то, что они хотели. За 6 лет правления моего отца на должности президента я ни разу не работал ни на каких государственных должностях. Мы не то, что он своих родственников никуда не подпускал, мы занимались только своей деятельностью. И эта энергокомпания тоже досталась наследство моего отца. Мы просто его улучшили. Делаем все возможное, чтобы качественно давать электроэнергию нашим предприятиям. Тем предприятиям, которые у нас питаются. Я думаю так, что этот руководство страны, значит, президентом было, мне кажется, поручено, чтобы лишь бы мучить там в отношении их президента и его родственников, чтобы преследование, уголовное преследование незаконное причем, не имея никакого отношения. То есть, оказывается, указанная фирма создана, это в 2003 году еще. Экс-президент Алмаз-Пик Шашиневич Атампаев, когда еще находится в оппозиции, что. Вот тогда создан с такого времени. Они говорят, вот мы должны, вот я видел, там посмотрел, с 2003 по настоящему времени они хотят проверить просто. Просто хотят проверить, а никаких поводов, оснований нету, мы считаем. Но, тем не менее, они говорят, есть якобы, есть поручения, конечно, они незаконным путем вот так хочут припугать там. Ну, в последующем, я думаю, они планируют, это руководство страны, наверное, так приняло решение, это их не семейный клан, я думаю, так приняло такое решение, чтобы в последующем заняться рейдерством, чтобы захватить. Захватить эту компанию? Да, эту компанию хотят захватить, однозначно. Если каким-то образом сейчас следственные органы все-таки принесут какое-то разрешение арестовать имущество, да, каким-то образом закрыть наше предприятие, это все приведет к аварийным ситуациям. Почему? Потому что здесь непосредственно на круглосуточной основе находятся сотрудники, специалисты, которые обеспечивают электроснабжение наших бытовых, небытовых абонентов. И эти небытовые абоненты, они являются все юридическими лицами. Это все частные компании, при этом это производственные компании, то есть это фабрики, это заводы, это, то есть получается коммерческие организации, которым электричество необходимо. Вы как хотите, а для меня самая главная новость, это то, что с рыбок апреля наконец сняли арест. Вчера вечером нашему директору Дмитрию Ложникову позвонили из военной прокуратуры и сказали, что им дано поручение освободить рыбок. Мы думали, что нам все же позволят зайти в офис, ну, чтобы забрать аквариум с несчастными рыбками, но дальше в фойе нас не пустили. Туда уже вынесли аквариум, а печать с офиса сорвали в наше отсутствие. То есть мало того, что в свое время нас выгнали, опечатали офис в наше отсутствие, а теперь еще и печать сорвали самовольно и приклеили обратно. А что, так можно было, что ли? Что интересно, рыбок нам решили вернуть внезапно в преддверии встречи президента Сарамбая Джеймбекова с руководителями ведущих СМИ. Нас туда, разумеется, не позвали, но наш директор Дмитрий Ложников передал свой вопрос президенту через директора информационного издания 24КГ Асель Аторбаеву. Вопрос был по поводу рыбок. Подавитесь, возьмите восемь! Спасибо! Огромное спасибо! Все восемь рыбок живы! Как они продержались эти три месяца без еды, я даже не представляю. Но самое главное, что продержались, выстояли, смогли. Все остальные наши личные вещи, личное имущество все еще остается под арестом. Но, видимо, кому-то мои туфли все же нужнее, чем мне. Носите на здоровье! К слову о здоровье. Врачи Баткенской областной больницы устали терпеть. Низкие зарплаты, никакущие условия труда, проблемы с чистой водой. Но вот как? Как в таких условиях лечить людей? Никак, посчитали врачи Баткенской областной больницы и уволились. Ушли 48 сотрудников из 52. Но в Мездраве считают, что причин для паники нет. Вагдаде, все спокойно. Спокойно, все говорят в Мездраве. Больница работает в штатном режиме. Мы разобрались. Ну, точнее, разобрался губернатор. Он встретился с врачами, они высказали ему свои возмущения. Губернатор обещал решить проблемы. А проблем там вагон и маленькая тележка. В том числе слабая материально-техническая база, неприспособленность больничных помещений под собственные больничные нужды. О существовании Баткенской областной больницы вспомнили и депутаты. Говорят, это звонок о том, что политика в сфере здравоохранения ведется неправильно. Да вы что? Ау, парламент, президент, правительство, особенно министр здравоохранения, обратите внимание, сказали депутаты. Ну, то есть, если бы врачи не психанули, то все бы продолжали делать вид, что все нормально, все так работают. И знать бы не знали о том, что во всех областных больницах такие же проблемы, как в Баткенской областной. Только вот что это знание изменит теперь? Изменит ли что-нибудь вообще? Пишите свое мнение в комментариях. А еще такая тема для голосования. Разрешать ли спецслужбам скрытую прослушку или нет? Спикер парламента Достан Джумабеков считает, что очень даже да. Соответствующий законопроект о внесении поправок в ГПК и Кодекс о проступках он поддержал. Считает, что это в будущем поможет предотвратить теракты. Мы для защиты государства, мы должны обеспечить соответствующим законам. А этого закона сейчас нет. Когда кого-то сажают, Талант Турдомович прекрасно знает, они это тоже обосновывают государственной безопасностью. Завтра любого можно объявить экстремистам, террористам. Любого можно объявить как человека, который нарушает безопасность государства. Это все-таки абстрактные понятия, в рамках которых можно хоть как оперировать. Любого человека можно признать преступником. Любого. И причем в средствах массовой информации сделать так, показать, что это самый настоящий черт. Хотя этот человек, возможно, очень хороший. И вы это все прекрасно знаете. Поэтому я считаю, что дырки в кодексах делать и увеличивать полномочия специальным службам, этого не надо делать. Мы и так все под колпаком и будем под колпаком. И без этого закона. Спасибо. Если не нарушают государственные законы, то такой закон нам нужен. Этот закон никогда не будет работать против страны. Вы знаете, что сегодня в мире усиливается терроризм и экстремизм. Чтобы предотвратить эту угрозу, мы должны принять такой закон. Он нужен нашим правоохранителям Морганам, как воздух и вода. В итоге пакет поправок отправили на голосование. Сегодня, кстати, было третье чтение. Открытие цифровизированного командного центра ГУВД состоялось сегодня в Бишкеке. И кто бы вы думали был на открытии? Перерезатель ленточек номер один Саранбай Джейнбеков. Ему там в центре все рассказали и показали, как будет работать центр, как будут обрабатываться данные, поступающие из камеры распознавания лиц. Да, с тех самых 60 камер, установка которых началась в Бишкеке. На все про все китайская компания, которая финансирует это дело, выделила 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Безвозмездно. А это вот сейчас не баг системы или Ютуба. Эта заставка такая появилась на телеканале ТВ1КГ. В рамках акции ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. Переключитесь на что-нибудь другое, если вас это раздражает. Цель акции привлечь внимание к нетерпимому отношению к представителям ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане. То есть одну пищащую раздражающую заставку меняет на другую, которая действует раздражающе на многих нетерпимых к ЛГБТ в Кыргызстане. Но суть в том, что если вас что-то раздражает, то можно просто пройти мимо и не вести себя агрессивно. А с терпимостью к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане дела обстоят не так, чтобы очень. Только за прошлый год, по данным правозащитной организации Кыргыз Индиго, зафиксировано 34 случая нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества. 13 из них со стороны правоохранительных органов. Аминсельхоз опять удивляет. Нет, ну в хорошем плане удивляет. Мы, оказывается, картофельная страна. Настолько картофельная, что мы можем своей картошкой другие страны просто завалить. Какие, например? Ну вот хотя бы ту же Беларусь. В этом году мы им отправили 20 тонн картофеля. Выручили, можно сказать, президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы ему было с чем в следующий раз в гости ехать. Это вот для пюре и драни. Отлично. Там все внутри упаковано, а это внешне свое. Вообще не ту страну назвали картофельной державой. Вот вы знали, например, что мы выращиваем картофеля больше, чем в Беларуси. И в прошлом году собрали на 500 тысяч тонн больше, чем в Беларуси. Полторы миллиона тонн. Несмотря на то, что партнеры по ЕАЭС не особо пропускают к себе продукцию наших земледелов, экспорт ее составил более 23 миллионов долларов. Особенно хорошо продали за эти 8 месяцев лук и картофель. На пару экспорт этих корнеплодов принес более 4 миллионов долларов. Больше всего картошки купил Казахстан. Более 10 тысяч тонн. Россия 540 тонн. Кыргызскую картошку купил даже традиционно самый крупный экспортер бульбы – Беларусь. Правда, не так много. Всего одну фуру – 20 тонн. Из позитива еще то, что отопление в дома Бешкекчан обещают дать уже завтра, 1 ноября. Но сначала, как воются, будут подключать социальные объекты. Так что не забудьте сбросить воздух из системы отопления, чтобы потом не сидеть и не дрожать. А в целом дрожать не придется, уверяет первый вице-премьер-министр Кубатбек Баронов. По его словам, воды в Тагагульском водохранилище хватит на весь отопительный сезон. Накопилось ее чуть более 17 миллиардов кубометров. Это, кстати, меньше, чем в прошлом году, но мы верим в лучшее. С верой в лучшее не забывайте подписываться на наш канал и делиться нашими материалами во всех социальных сетях. Всего хорошего. Пока.